Привет, друзья! С вами Карадар, меня зовут Иван Быков, и сегодня я нашел новый радарный комплекс. Ну как новый? Некоторые его, конечно, уже видели, но я вижу его впервой. То есть название в интернете я не нашел, на РД-форуме на данный момент пусто на эту тему. Я подошел к машине, постучал в дверку, мне открыл оператор, я спросил, как называется ваш комплекс, на что он состроил лицо непонятливое, скажем так. Спросил, в смысле? Ну я говорю, там стрелка или как, вот есть же там разные названия. Он посмотрел у себя в какой-то инструкции, потом подошел к одному из щитков и прочитал название АСКОН-СМ. АСКОН-СМ. То есть это как бы не стопроцентная информация по названию, данного комплекса, но как бы будет у нас проходить под таким рабочим названием Чебурашка, так как наверху у нее вот пара ушей. Ну сейчас я вам покажу, как она выглядит. В общем, вот такой вот интересный зверь на базе Форда. Сверху, вот как вы видите, одно ухо, два. То есть они закрываются, когда машина едет, чтобы туда, видимо, снег, грязь не попадали. А внутри стоят аппараты фиксации, да, и некий излучатель, работающий в КЭД-диапазоне, судя по тому, что ловят радары. Итак, вот у нас наша линеечка аппаратов, на которых мы это все тестируем. То есть, так, ну давайте. Вот, Xiaomi Signature Smart, Playme Soft, Silverstone Monaco S, Xiaomi G1000, который, кстати, помните, на предыдущем тесте что-то как бы не работал там или что-то. В итоге, короче, я понял, что это он чисто отсекает вот эти вот радары, которые я тестировал, он несет их в помеху. Ну ладно, поехали дальше. NoLine 7500S, Xiaomi Combo Smart Signature и Inspector Kaiman S Signature. Давайте будем их проверять, как они на него работают. И что они вообще определяют. Так, сейчас я включу зажигание. Система готова. Счастливого пути! Не знаю, видно ли вам экранчик. Дрожит. Ну, на чувствительность здесь не смотрите. То есть, разные аппараты будут разную чувствительность показывать. Все это как бы ерунда. Мы стоим немножко боком к нему. Так, вот, чисто K диапазон. Поехали дальше. Система готова. Поиск спутников завершен. То же самое, K диапазон. Так, поехали дальше. Silverstone. Вот Silverstone у меня ловил вообще все другое. Сейчас сигнал K. Ну-ка. То есть, как бы кто-то там 5, 6, там 9. Это вообще туфта. То есть, показания прыгают. Видимо, здесь идет отражение от машин. Давай, Silverstone, ты же мне показывал другое совершенно. И вот, пожалуйста, кречет. Кречет и сразу 9 единиц. Ну, не знаю, значит, просто, ну, сигнатуры. Что-то здесь с сигнатурой накосячено. Давайте дальше. Show me, G-3. Кречет. 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 То же самое. Что-то с сигнатурой напутали. Ну, онлайн. Плохо видно. Вот так вот лучше. Контроль скорости. Давайте подождем. Ну, просто K-диапазон, в общем. Так. И поехали. Комбоустройство. Так, сейчас, секунду. Ага, включается. K-диапазон пошел. Без сигнатуры. То есть, сигнатуру пока никто этого аппарата не вписал. Есть только ошибки сигнатуры. У Silverstone Monaco S и у Xiaomi G1000 Signature. Так. Ну, что ж такое. Пожалуйста, не забудьте пристегнуть. Приходится держать, чтобы не выключался. Поехали. К-диапазон. Ну, тут как бы ничего не попишешь. Тоже сигнатуры нету. То есть, никто пока из производителей не сделал сигнатуру на эту чебурашку MWS Group. Ну, в общем, такой вот новый радар и сработка на него сигнатурников. С вами был Иван. Удачи на дорогах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok